И к другим темам. Владелицы аквацентра «Дружба» предъявили окончательное обвинение. Напомню, 10 мая там чуть не утонул пятилетний мальчик. По версии следствия, его вытащили только через три минуты. У бассейна не было инструктора и не хватало спасательных жилетов. Сейчас на руководителя заведено уголовное дело. Ее будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Однако адвокат предпринимателя заявляет, что все было совсем иначе. И жилеты были, все они в свободном доступе. И помощь оказали именно сотрудники аквапарка. Как раз инструктор и оказал ту необходимую помощь, которая оказалась полностью достаточной для того, чтобы привести ребенка в чувство и не нанести ему никакого вреда здоровью. Никакого вреда здоровью, даже самого минимального, не установлено. Отец потерпевшего не имеет претензий к аквацентру «Дружба». Имеются претензии только со стороны следственных органов. Ну, а с чем мы будем, безусловно, бороться и разбираться в суде. Основа обвинения сводится к тому, что мальчик должен был находиться в спасательном жилете. Однако, по словам юриста, это не так. Жилет нужен только для водной горки, но не для бассейна. Даже по версии следствия, ребенок сам, без разрешения и присмотра, прыгнул именно в резервуар для взрослых. По словам адвоката, основная часть обвинения строится на ошибочном посыле. К тому же, прокуратура не приложила к делу заключение эксперта по таким водным объектам. Пока дата судебного заседания не назначена, о финале дела мы расскажем, как только появится информация.